Какого-нибудь пустяка достаточно, чтобы убить человека. И всё-таки человек выше всяких тварей, выше всего земного, потому что и он, умирая, будет разумом своим сознавать, что он умирает. Человек может сознать ничтожество своего тела перед природой. Природа же ничего не сознаёт. Всё наше преимущество заключается в нашей способности разуметь. Одно только разумение возвышает над остальным миром. Будем же ценить и поддерживать наше разумение. Но и оно осветит нам всю нашу жизнь. Укажет нам, что значит осветит? Укажет нам, в чём добро и в чём зло. Паскали. Итак, в чём же добро заключается? Добро заключается в том, чтобы постепенно свою жизнь переводить с заботы над внешним телом, над своими потребностями внешним, в том числе и секс, на заботы более глубокие, допустим, в семейной жизни. Ну, соединились с желанием наслаждаться друг другом. Это нормально. Теперь, что нужно? Нужно учиться, заботиться. Это непросто. Мы клянчим заботу всё время. Относись ко мне нежно, ласково, уважай меня, люби меня, кивай мне головой всё время, соглашайся со мной. Это не забота. Это эксплуатация называется. Эксплуатируют все животные, тоже эксплуатируют друг друга. Что значит переходить на другой уровень отношений? Это означает, что мы пытаемся дальше учиться служить человеку, принимать его характер уже, видеть в нём хорошее. Это означает развивать развитие на тонком плане, на психическом плане. Нравственное развитие, по-русски сказать. Но есть ещё более высокий уровень развития личности, когда человек духовно развивается. Нравственное развитие означает, что ты в следующей жизни, как минимум, будешь иметь такую же хорошую судьбу. Но духовное развитие означает, что ты принципиально другую жизнь получишь в следующей жизни. Духовное развитие означает что-то другое. Означает, что ты принципиально меняешь восприятие себя как личности. Давайте просто немножечко я вам об этом объясню. Смотрите, духовно развитый человек начинает вспоминать свою прошлую жизнь. Он понимает, за что он страдает. Почему мы страдаем? Потому что мы не понимаем, за что. Люди часто думают, за что я такая хорошая, за что мне такой достался герой. Вот. Вот да, хорошее, это факт. Но в прошлой жизни набедокурило. И за это получила вот сейчас как бы себе вот такую судьбу. Итак, мы этого не видим. Это означает недоразвитость. Не понимаем, за что означает недоразвитость. Второе, второе, что значит недоразвитость? Я не чувствую себя вечным. Разумный человек, Бхагавадхити, говорится, не скорбит о том, будет он жить в этом теле или не будет. Он просто исполняет свой долг. Понимаете? То есть, тело меняется, жизнь остается. Разумный человек чувствует себя в будущей жизни. Он чувствует, что он душа. Что значит чувствовать, что я душа? Чувствовать свою вечность. Чувствовать, что я вечный. Это чувство должно быть очень сильным. Оно должно быть сильнее страха за смерть, за свое тело. Этот страх приносит нам жуткие страдания. Мы даже сами не подозреваем, что он движет нами по жизни. Мы не можем секунду забыться, подумать о чем-то возвышенном. Надо постоянно думать о работе, о идее. Это все от страха идет. Человек от этого сильно устает в жизни. Победа над страхом означает вот сейчас взять и начать думать о возвышенных вещах. Это не просто сделать, но именно это дает счастливую жизнь. Спасибо.